И колясочная предусмотрена, и фильтр-бокс, и игровая, и комната для кормления, и отдельная регистратура. Главный врач Белоярской больницы показывает губернатору план новой лечебницы. Здание сразу за стендом. С правой стороны детская поликлиника с отдельным входом. Нормальную больницу давно просят белоярские мамы. Нынешнее здание напоминает лагерный барак и вряд ли соответствует современным требованиям. Таково, гляньте, в окошках, где они находятся. Вот эти деревянные здания, которым больше 50 лет, практически там все зленившие. Новый корпус правительство строит 7 лет и в конце этого года откроет. Во время экскурсии по стройке министр здравоохранения подчеркнул, что не хватает денег на оборудование. Какие-то перспективы на то же оборудование при привлеченном средстве из федерации? Нет, это полномочия наша. По нацпроекту, по детской поликлинике мы приобрели сюда аппарат ультразвуковой диагностики. В этом году мы офтальмологию сюда покупаем. То есть частично небольшие позиции мы берем. Помощи из Москвы будет мало. Нужно искать еще 75 миллионов рублей. Это примерно третья часть от общей стоимости объекта. На этом и закончили обсуждение. Затем бегло осмотрели здание, на улице холодно, и отправились дальше. Вторая стройка в Белом Яре, которая тоже попала под национальный проект, это детский сад. Новое здание растет рядом с действующим садиком. И оно будет его дополнять. Это ясли для детей от двух месяцев до трех лет. Объект для села важный, чуть ли не политический. Вот этот объект, он находится на контроле администрации президента Российской Федерации по обращению с гражданами. Потому что было обращение мамочек Белого Яра по поводу необходимости создания в Белом Яре именно образовательной организации такого типа. Просьба белоярцев удачно легла на новые майские указы Путина. Федеральный бюджет с прошлого года спонсирует стройку садика для самых маленьких. Он будет на 60 мест. Как ясли выглядят внутри, пока непонятно. Отделочные работы еще идут. Тут хоть и тепло, но смотреть особо не на что. Экскурсия губернатора закончилась быстро, с обещаниями к августу садик открыть. Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков. Новости. Седьмой телеканал.